Алматы-арена, гигантский спортивный комплекс с двумя ледовыми полями. Вот на этом месте примерно я стоял два года назад, и тогда здесь еще был просто котлован. Эти кадры можно посмотреть. У строителей все получилось. 12-тысячная арена – это современный многофункциональный комплекс. Во всей красе он предстал во время церемонии открытия универсиады. А после проведения игр здесь планируют не только заниматься фигурным катанием, но и проводить различные выставки и форумы. По предварительным расчетам дирекции универсиады в Алматы, ежегодно посещать эту арену будут около 600 тысяч человек. Малая Алматы-арена – это отдельный стадион, построенный специально для керлинга. Здесь пять дорожек, а также зрительские трибуны, которые вмещают 475 человек. На малой арене стартовал турнир универсиады по керлингу. Заняты все дорожки. На одной из них мужская сборная России борется с командой Японии. В результате точного расчета и тщательно продуманной стратегии россияне победили японцев со счетом 7-4. Турнир по керлингу пока проходит круговой этап. Финалы состоятся 7 февраля. В шаговой доступности от комплекса Алматы-арена построена деревня универсиады, состоящая из 14 зданий и рассчитанная на 5000 человек. После игр она станет жилым микрорайоном. Познакомиться с этими и другими объектами универсиады и организацией соревнований в Алматы приехала большая делегация из Красноярска. Главная задача – набраться опыта. На каждом направлении специалисты из Красноярского края наблюдают, как проходит процесс, а также участвуют в обучающих семинарах. Чувствуется, что ждали эти игры здесь, в Алматы. С первых же секунд работа волонтеров, работа персонала, оргкомитета направили на то, чтобы каждому гостю универсиады, каждому спортсмену было здесь комфортно. Так же будет, наверное, и в Красноярске, надеюсь? Безусловно. Я думаю, что с точки зрения гостеприимства мы точно никому не выступим лидерству. А вот еще кадры чуть более чем двухлетней давности. Это разравнивает площадку под строительство еще одного ледового дворца. Он называется «Халык-арена». Какой она стала, покажем в следующих сюжетах из Алматы. Андрей Стародым, Андрей Крупнов. Новости.